Добрый вечер, дорогие друзья! Мы продолжаем наше увлекательное путешествие в Рамбаме. Я напомню, говорили, показывает семирный центр Бнейноа из города-героя Иеруша Райма в широком, я бы сказал, мегаполисном смысле этого слова. У нас сегодня 9-е Яра, 5-7-8-1. И я напоминаю вам, что мы знакомимся с Рамбамом. Когда я говорю про Рамбам, я имею в виду его главную, наверное, главную его сочинение, книгу «Мишна Тора», которая охватывает всю Сунино Тору. Но мы из этого стараемся брать то, что релевантно для нас, как для движения в Нейноах. Сегодня, я только напомню, в прошлый раз Рамбам объяснял нам, как выстраиваются равновесия. Равновесие между душевными качествами. Какие качества нужно вырабатывать, середины, как их вырабатывают. Мы об этом уже много раз говорили. Сейчас Рамбам, он продолжит, казалось бы, эту тему, а потом выйдет на цель жизни. И вот я думаю, что цель жизни – это здесь, наверное, главное содержание в этой главе. Итак, давайте начнем. Продолжает Рамбам и говорит, а ежели ты скажешь, если человек скажет, смотри, так как страсть и почет и подобные вещи – это вещи плохие, и они выводят человека из мира. Здесь Рамбам, разумеется, делает парафразы, он имеет в виду ту Мишну в трактате Авод, которая говорит, что на иврите это звучит. То есть, зависть, страсть и почет, то есть, естественно, страсть к почету, она выводит человека из мира. Имеется в виду, что такой человек, он не может существовать в обществе, он просто не способен наладить нормальных, уравновешенных отношений с окружающими, и поэтому фактически он не живет, он, вся его жизнь страдания. И поэтому Рамбам говорит, смотри, ведь я тебе объяснил в предыдущих главах, что человек должен держаться с середины, не впадать в крайности и так далее. А под влиянием моих слов, говорит Рамбам, ты можешь подумать, что раз и страсть, и почет, и все эти вещи, они такие ужасные, так давай пойдем до другой крайности и удалимся от них в такой степени, что вообще не будем, если идти по этой логике, то вообще не будем ничего брать из окружающего мира. И он приводит пример. Например, человек сказал, что он перестанет есть мясо или пить вино. Обратите внимание, что для Рамбама желание решения не есть мясо и не пить вино является крайним поведением. Это объяснит, конечно, поскольку реальность того времени была другая. Рама жил тысячу лет назад, и вино, например, было естественным, обычным, регулярным напитком. Не то, что мы иногда, я не знаю, есть какая-то торжественная дата, шаббат, свадьба, есть какое-то торжество, люди пьют вино. А просто так люди пьют чай, кофе, я не знаю, там, каждый что хочет, воду пьют. А у них не было такого, то есть все, что они пили, была или вода, или какой-либо вид вина. И поэтому, когда он говорит, что человек перестает пить вино, он имеет в виду то, что он вообще перестает пить что-либо, кроме воды. Понимаете? А что, для того, чтобы жить достаточно воды, не есть мясо, не ест мясо, не женится, не живет в нормальном благоустроенном доме и не одевает красивую, удобную одежду, а только какую-нибудь мешковину или грубую шерсть. То есть Раму говорит, смотри, человек может решить, что все вот эти вещи, которые есть, все, что есть в этом мире, еда, интимная жизнь, одежда и все эти удобства, дома, квартиры, все это нехорошо, все это не нужно, человек должен все оставить, уйти в горы, забиться в пещеру. И здесь он говорит, понятно, не на пустом фоне, здесь он имеет в виду конкретно кого-то, он говорит, как это делают священники Эдома. Я должен напомнить вам, что Эдом на языке наших мудрецов, это всегда означает западная христианская цивилизация. Понятно, что он имеет здесь в виду христиан, которые уходят в пещеру, уходят в монастыри, в пустыню и так далее. А говорит, ну, говорит Рамбом, казалось бы, ты можешь принять такое решение. Нет, говорит Рамбом, это тоже плохой путь и нельзя им ходить. То есть, чтобы ты не понял, говорит Рамбом, мои наставления или наставления Торы в том смысле, что человек должен вообще стремиться удалиться от всяческого рода удовольствий и удобств. И уйти в крайнюю сторону вообще и жить, как и дикие такие отшельцы. Нет, говорит Рамбом, это не то, что Тора тебя направляет. И давайте посмотрим, как он это иллюстрирует. Он говорит, смотри, вот человек, который живет таким способом, он называется виноватый, хотэ, виноватый, преступник. Здесь, правда, оттенок слова хотэ – это человек, который преступник, но по ошибке. То есть, это такая легкая форма. То есть, короче, он ошибается. И это мы видим, что касается Назира. Вы знаете, если он приводит, естественно, историю Назира, это книга Бамидбар, 6-й парок. Посмотрите сами, в главе Сутаяс, не ошибаюсь, есть подробный рассказ. Давайте сделаем. О, это кофе, Рациславель. Так вот, говорит, тот, кто живет и идет таким путем, это большая-большая ошибка. Потому что, например, написано про Назира. А вы знаете, что такое Назир? Я напомню, чтобы было ясно. Само слово Назир означает воздерживающимся. Назиру – это воздержание. О чем идет речь? Есть человек, который решает по его индивидуальным особенностям, по его индивидуальным оценкам, что его засосала опасная трясина. Он чувствует, что он морально деградирует и не может остановиться. И эта моральная деградация является частью общественного окружающего влияния. Что делать? Он принимает на себя недер, то есть обещание. Недер – это обещание, что он берет на себя три ограничения. Я хочу, чтобы вы внимательно обратили внимание на эти ограничения, поскольку люди часто думают, что ограничения другие. Нет, ограничение следующее. Он принимает на себя обязательство не пить вина и не есть винограда. И ничего, что выходит из винограда. То есть ему никакой настой виноградный не разрешен. Косточки, кожура, я не знаю, изюм. Все, виноград в любых его формах, естественно, вино. И все, что из винограда происходит, ему нельзя. Нельзя еще он не стрижется, принимает на себя обязательство не стрижься. И третье обязательство – это не скверняться мертвыми, то есть не находиться в помещении, где есть мертвые, не прикасаться к ним и так далее. Третье ограничение – оно является обычным ограничением коэнов. Коэны, они, как известно, служители храма, они вообще не должны соприкасаться со смертью. И поэтому им вообще нельзя соприкасаться с мертвыми. Это исключительный случай. Если у коэна умер близкий родственник, то понятно, он должен заниматься его похоронами, присутствовать на похоронах. Но если это не ближайший родственник, причем ближайший родственник, я имею в виду первая степень. То есть это родители, братья, сестры и сыновья, муж и жена. Но если у него там, я не знаю, умерла тетя, то он этим не занимается. И можно видеть, например, это правило соблюдается и сегодня, хотя коэны не служат в храме, но это правило соблюдается и сегодня. Например, на кладбищах можно увидеть, что если коэны приходят, допустим, проститься с умершим, то они не входят в то помещение, где находится сам мертвый. Они стоят немножко на улице, в отдалении, они не подходят к самой могиле. То есть есть разные способы на удалении все-таки поприсутствовать, но в принципе они не имеют права находиться в помещении, в комнате, где лежит мертвый и так далее. Это ограничение коэнов обычных всегда. Но Назир, вот этот товарищ, он не коэн, и он берет на себя это ограничение. И так повторяю, три ограничения. Вино и все, что вы укройте из винограда. Не стричься и не оскверняться смертью, так как это делают коэны. Кстати, интересно, замечу, что это рядовой коэн. А если у нас есть коэн-гадоль, главный коэн, большой коэн, то он даже не имеет права присутствовать и заниматься похоронами своих родителей, не говоря уже о других. Но никто из коэнов не рождается главным коэном, им не рождаются, им становятся. И вот этот Назир принимает на себя две ограничения. Еще раз подчеркну, что ограничения эти сугубо добровольны. То есть нет такой обязанности быть Назиром. Но если ты хочешь, есть такая возможность. Обычно Назирут, конечно, принимается, он имеет временной отрезок. Назирут, он, если человек не оговорил, насколько время он берет, то Статар Назирут за 30 дней. Это не так много, месяц. Человек может брать и месяцы, и годы, и больше. Разные случаи. Бывает, правда, что Назирут бывает с рождения, но это исключительные случаи. Например, пророк Шмуэль или Шимшон был у нас такой герой в книге Шофтин. Но это исключительные случаи, обычные случаи, когда Назир берет на себя какой-то определенный сок. После этого он должен выйти из этого, принести жертву и так далее. И вот что интересно, может, сами посмотрите книги Бамидбар. И интересно, что он должен принести искупительную жертву. И там Турла говорит, и он искупит за себя, за то, что он провинился на душу свою. Возникает вопрос. Чем же Назир провинился, что он должен искупать? Он что плохого сделал? Он взял на себя ограничения, в конце концов. А интересно, что мудрецы говорят, смотри, в гаморе, за что он должен принести искупительную жертву? За то, что он ограничил себя от вина. То есть ограничение от вина, оно может было легитимным, может быть правильным. Определенная временная мера. Это верно, да? То есть иногда необходимо принять какие-то меры. Но и в этом есть уже какая-то моральная проблема. То есть, по идее, ты должен был быть таким человеком, который не нуждается в таких ограничениях. Турла сказала, что можно, что нельзя. А ты добавляешься ограничения. В этом есть определенная проблема, это должен искупить. Мудрецы говорят, если уж он только от вина себя оградил, ограничил, и за это должен принести искупительную жертву, то тем более человек, который ограничивает себя от всякой вещи. То есть ты видишь, что такого рода самоограничения, запреты получать удовольствие от жизни, они, хотя иногда, может быть, они легитимны и нужны, как временная мера, но они ни в коем случае не являются идеалом и являются даже определенным видом проступка. Тем более, когда человек идеологически решает навсегда оставить жизни. Это, понятно, совершенно противоположно желанию Творца, говорит Рамбон. И поэтому сказали наши мудрецы, что человек не должен себя ограничивать от только тех вещей, которые запретила Турла. И не должен он себя ограничивать дополнительными вещами, обещаниями и клятвами, которые ограничивают то, что разрешила Турла. И сказали мудрецы, недостаточно тебе того, что запретила Турла, ты хочешь запретить на себя еще и другие вещи. Мы видим, что мудрец относится очень негативно к человеку, который окружает себя всякого рода, опутывает себя всякого рода излишними запретами. И в числе этого, говорит Рамбон, например, человек, который постоянно постится. Это нехороший путь. Кстати, я хочу только в скобках объяснить в отношении вина. Есть человек, например, который не любит вино. Человек не любит вино и не чувствует никакого кайфа. Или, может быть, ему это вредно для здоровья. Это другое дело. Другое дело. Человек не любит вино и не любишь. Нету другой обязанности пить вино. Речь это о человеке, который любит вино и ограничивает себя. Нет, этого делать не надо, кроме, повторяю, если какие-то исключительные случаи. Тем более, что человек, когда вообще постоянно постится, он ничего не ест и так далее. Опять же, в скобочках говорю, это когда человек себя специально мучает. То есть, он весь день ходит голодный, у него в голове одни сэндвичи и шницели, а он вот себя заставляет, значит, голодать. Если нет у этого какой-то конкретной причины особой, то это не имеет смысла, потому что человек не должен заниматься самоистязанием, в этом нет никакого смысла. Человек должен себя морально регулировать, управлять, направлять. Например, мы с вами знаем, что в истории есть только один день, когда нам нужно поститься, это емкий путь. Есть у нас и другие дни, когда мы постимся, но это потому, что в истории у нас были неприятности, да, врушение храма, другие вещи. Но если бы все было нормально, то мы бы постились в году один день, емкий путь. Опять же, повторяю, если человек не нуждается в таком количестве еды, если он вполне, ему достаточно, я не знаю, того, что он ест, он не страдает от этого, понимаете? То есть, то, что Рамбов здесь осуждает, это то, что человек страдает, мучается, но он от себя истязает. В этом нет смысла. Если человек не хочет пить вино, не любит вина, кто его не заставляет, но это не идеология, просто он не любит вино, или он не голоден. Ну, достаточно, я не знаю, он с утра понюхал какую-нибудь там, я не знаю, редиску, ему достаточно. Вечером понюхал помидоры, ему достаточно. Есть такие люди, пожалуйста. Но если человек голодный, и о чем думать не может, кроме как только о еде, и весь день себя мучает, это, говорит Рамбов, не то, не то, что называется равновешенным поведением. И поэтому мудрецы сказали про человека, который постоянно себя истязает. Постоянно себя... А, запретили мудрецы, чтобы человек постоянно истязал себя вот этими постами. И по поводу всех этих вещей сказал царь Шламон, здесь цитируют царя Шламон, книга Куэллет, седьмая глава. На иврите это звучит так. Ати цадик арбе, ватик хакам йотер лама тешуме. То есть, не будь слишком праведником и не мудрствуй больше, чем надо. Зачем ты разрушишься, буквально опустошишься? То есть, то, что нужно, нужно, то, что можно, можно, то, что нельзя, нельзя. Нет никакого идеала в самоистязании. Как известно, Тура видит идеал в жизни. Разумеется, для того, чтобы жизнь была полноценной и гармоничной, нужно воспитание, нужно чем-то на себя воспитывать, направлять, регулировать. И об этом Рам вам говорить. Но ни в коем случае не видеть самоистязание, как какую-то заслугу, доблесть или тем более идеал. Теперь, после этого, Рамбом резко выруливают на смысл жизни. Надо сказать, что подобные же вещи, то есть, очень похожие вещи, содержатся и в книге Шмона Пракеев «Восемь глав Рамбома». Я всегда рекомендую, это действительно основа основ. Там даже, наверное, он более подробно об этом говорит и разъясняет. И то, как регулируются моральные качества. И вот эта «Золотая середина», там очень много он об этом говорит. Более подробно, чем здесь, в «Смешная Тура». И там же он посвятил целую главу «Цели жизни». Так что я рекомендую, конечно, познакомиться с книгой. Это не книга, это на самом деле статья достаточно небольшая, но принципиально еще важная. Ее нужно все время перечитывать. Теперь, почему Рамбом здесь выехал на смысл жизни? Казалось бы, тема-то другая, а тема – моральная регулировка. Но Рамбом хочет объяснить нам, а зачем, понимаете? Окей, нужно выработать моральную гармонию. Нужно идти вот этим серединным путем. Не нужно впадать в крайности, не сходить с ума, купаясь в роскоши и погрязая в нее. С другой стороны, не истязать себя. Мы-то поняли. А для чего все это? Какова цель всего этого? И вот здесь Рамбом повторяет свою мысль, которую он очень четко изложил в Шмуна-Апраке. Необходимо, чтобы человек направлял все свои поступки для того, чтобы познать Ашейн благословен. И только ради этого. То есть Рамбом здесь говорит нам свою очень генеральную мысль, стратегическую мысль его. Он говорит, цель человека, для чего человек существует вообще? Познание Творца. И для чего нужно регулировать свои моральные качества, чтобы достичь той степени моральной, интеллектуальной чистоты, которая позволила бы человеку познать Творца. И поэтому, если я не занимаюсь этой регулировкой, познания этого не будет. А если я занимаюсь, познание это не имеет быть возможным. И обратите внимание, что это, согласно Рамбому, и является целью всей жизни, всех поступков. Неважно, человек говорит, сидит, встает. Все это направлено к одному. Каким образом, например, человек занимается торговлей или он занимается какой-то работой, бизнесом, не знаю, для того, чтобы заработать деньги. И эта цель не будет только для того, чтобы заработать деньги, набрать деньги и разбогатеть. А для того, чтобы все это позволило ему приобрести и обеспечить все те необходимые условия для себя, для своего физического существования. Как, например, еда, питье, женитьба или дом. Для того, чтобы у человека были все условия. То есть, человек, у которого нет денег, или он больной, или он преследуемый, да. Или он, я не знаю, там, омлес какой-нибудь, да, на улице спит под каким-то там, под бочкой где-нибудь. Одинокий, да. Понятно, что такой человек очень далек от возможности познать Творца, поскольку он занимается просто физическим выживанием. И он далек-далек от целостности. Но вот если у человека есть все, что нужно для того, чтобы нормально функционировать, есть возможность заняться главным познанием Аши. Тем, что он говорит. Смотрите. И поэтому, когда человек и ест, и пьет, и занимается интимной жизнью, он должен обратить свое внимание на то, что все эти вещи, цель всех этих вещей не только для того, чтобы получить удовольствие. Кстати, обратите внимание, работа не против того, чтобы человек получал удовольствие, Ашем создал все эти вещи, чтобы человек наслаждался жизнью. Но вопрос для чего? А чтобы все это позволило ему познать Творца. И поэтому, говорит Рамбо, не забывайте, что он врач, если человек ест и пьет только сладкое, то есть только вкусное, и он занимается интимной жизнью только для того, чтобы получить кайф, и он, и это, говорит, неправильно. А что правильно? Чтобы сердце свое направить, то есть иметь в виду, что он ест и пьет для того, чтобы оздоровить свое тело и свои органы. И поэтому он не будет есть все, что приятно, только и вкусно. Как, например, собака или осел. Собака, осел, животные, все, что попадется, то, что им нравится, вкусно, они едят. А он, человек такой сознательный, будет весь вещи полезные. То есть эти вещи полезные для него, для здоровья, это не обязательно вещи сладкие, вкусные и так далее. Наоборот, иногда необходимо есть горькие вещи, но они полезные. Может быть, сладкие вещи, но они полезные. То есть у такого человека, Рамбом говорит, у него критерии состоят в том, что все, что он делает, целью является польза. Чтобы организм был здоровым, чтобы человек был живой, здоровый, чтобы у него не было никаких забот, болезней и проблем. И тогда его голова освобождается для того, для чего она и предназначена, для познания Творца. А если у человека что-то там болит или он голод, конечно, ему не до этого. И поэтому Рамбом говорит, если тебе полезно горькое, пей горькое. Если тебе полезно сладкое, пей сладкое. Вопрос не то, горькое или сладкое, а критерий здесь – полезно это или вредно. И поэтому такой человек не будет есть вещи, которые вредны ему, его телу, его здоровью. Хотя они вкусные на вкус. То есть человек такой, он руководствуется. Ранганией, вот это я съем, это вещь полезная. Хотя, может быть, она не такая вкусная. А вот эту вещь я есть не буду. Хотя я очень люблю, да, какую-нибудь. Не буду приводить примеры, каждого свое. Но я знаю, что если я это съем, то излишний вес может быть. Или я знаю, что мой желудок просто не сможет это переварить, нанесет ему ущерб. Что-то там слишком острое. У каждого свое. Или сладкое, или горькое. У каждого свои. То есть Рамб говорит, смотри. Такой человек, он думает о том, что он делает. Поскольку его цель – познание Всевышнего. А познание Всевышнего возможно только, если человек здоров. Это у Рамбома очень такая генеральная мысль. Поэтому, говорит Рамбом, ты должен делать все, чтобы содержать свое тело в полном порядке. Ты должен заботиться о нем. Чтобы у него было все. Как человек заботится о своей машине. И вода, и масло, и топливо, и проверки всякие, и анализы. То есть ты должен все время содержать себя в полном порядке, чтобы у тебя голова освободилась и была способна думать о главном. Но, говорит Рамбом, не думай, что целью человека является здоровье. Есть много людей, которые в мире, которые ведут здоровый образ жизни. Особенно это распространено среди разного рода миллионеров. А они ведут здоровый образ жизни. А люди бегают от инфаркта, занимаются спортом и так далее. Едят и пьют. Да, я знаю очень много людей, которые ведут вот такой здоровый образ жизни. И это здорово и хорошо. Но не подумай, говорит Рамбом, что это цель. Не здесь, это он пишет в книге Шмалапраким. Если ты человек, целью которой является просто здоровье. Просто вот ему приятно чувствовать себя здоровью. Как говорят, мышечная радость такая. Не думай, говорит Рамбом, что этот человек выше того, который порабощен страстями, например, еды или еще чего-нибудь. Потому что этот порабощен едой, вкусом. А этот порабощен кайфом здоровья. Между ними нет принципиальной разницы. И этот эгоист, и этот эгоист. А здоровье не является целью. Здоровье является средством, чтобы человек был в готовности познать Творца. И если он дает нам несколько советов, несколько советов, я их приведу, хотя, еще раз повторяю, это медицина тысячелетней давности. И поэтому все эти вещи, медицинские советы, нужно проверять. Насколько они правильны, с точки зрения современных исследований. Есть сегодня очень большая мода. Люди живут, питаются и действуют по Рамбому, я знаю. Но это вопрос уже действительно медицинский, физиологический. Каждый пусть посоветуется с теми специалистами, которым доверяет. Но давайте посмотрим, все-таки, на советы Рамбома, что он нам советует. Он нам советует следующее. Например, когда у человека тело его горячее. Может быть, он имеет в виду, что человек находится в повышенной энергетической тонусе, или он разгорячился, то нельзя ему есть мясо, и мед, и пить вино. Как сказал Шломо, тот, кто ест много, много меда, это нехорошо. Или, например, и он пьет, и он пьет, он приводит разные напитки, которые нам сегодня просто неизвестны, из разных растений. Но он, говорит, пьет вот этот напиток определенный, который он здесь приводит. Здесь есть растение. Я знаю, что его называют сегодня таким названием. Но я совсем не уверен, что Рамба умеет в виду то, что сегодня идет под таким названием. Поэтому не буду называть, чтобы не вводить людей в заблуждение. Но вот есть такой горький напиток из горького растения, и человек это пьет, потому что знает, что ему эти вещи полезны, и они делают его более здоровым. Более здоровым. Потому что человек, говорит, не может быть здоровым только, а только лишь через еду и питье. Надо сказать, что если вы посмотрите медицинские книги Рамбова, есть интересные статьи и книги, которые выпустил по медицине. Повторяю, Рамба был ведущим врачом, видимо, своего времени. И я не читал, конечно, всего, но интересно, одна из вещей я хочу привести для того, чтобы немножко урновесить его слова здесь. Здесь он говорит, что такое впечатление, что все зависит от еды и питья. Вот от этого зависит от здоровья человека. А в других местах Рамба пишет, смотри, человек должен правильно питаться, разумеется. Опять же, не буду никого учить, как правильно питаться, это к специалистам, но он должен есть так-то, так-то, правильно питаться. И заниматься физической деятельностью. И тогда он будет здоров, говорит Рамбов, я ему гарантированно. А потом он добавляет, мне это запомнилось, он говорит, смотри, но главное, это не еда и питье, а физическая деятельность. И поэтому даже если человек ест не очень здоровую пищу, питается не так, как надо, опять же, повторяю, не буду обсуждать, как надо, как не надо, но, допустим, он питается не совсем правильно, все равно, говорит Рамбов, если он занимается физической деятельностью, он будет здоров. То есть вот я хочу, для того, чтобы уравновесить здесь, здесь он говорит, что еда и питье, от этого зависит все здоровье. В другом месте, он говорит, физические упражнения еще более влияют. Но понятно, что человек состоит из того, что он ест и пьет. И так же, говорит, когда человек занимается интимной жизнью, он должен делать это для здоровья, для здоровья. И поэтому нужно делать это тогда, когда нужно, когда он чувствует необходимость, и чтобы это было как лечение. Или для того, чтобы рожать детей, естественно. То есть мы видим здесь у Рамбова такой медицинский подход. Ты должен заботиться о своем теле, чтобы оно было здоровое. И ты должен все, что нужно ему давать. А если начнешь его истязать, оно испортится. Испортится, заболеешь. заболеешь, у тебя не останется возможности цветочиться на познании Творца. Твоя голова будет заниматься совсем другими вещами. И поэтому снова подчеркивает Рамбова, тот, кто ведет свою жизнь именно в соответствии со здоровьем, и он очень заботится о себе, чтобы его тело и отдельные органы были исправны, и чтобы у него были сыновья, которые будут заниматься, наследуют, видимо, его бизнес, и которые будут работать для себя. Это, говорит, нехорошо. Это нехороший путь. То есть если человек заботится только о здоровье и только о благе своих детей, в этом нет идеала. А он должен положить на свое сердце, то есть обратить внимание, иметь цель, чтобы его тело было цельным и сильным, для того, чтобы душа его была прямая. То есть чистое для того, чтобы познать Ашим. Посмотрите снова на Мухтере. То есть здоровье и моральное равновесие не являются самоцелью, а являются средством для того, чтобы здоровый, сильный и морально умновешенный человек смог познать Творца. Иначе голова его находится в другом месте или запутанная. И тогда, если он не будет здоровым и цельным, тогда невозможно будет ему уделить внимание и изучать мудрости, потому что он будет болен. Он весь или один из его органов, когда у него кто-то болит, у человека что-то болит, ему уже не до чего. А если он хочет сына, так он должен иметь в виду, что может быть, будет у него сын, может быть, он будет мудрым и великим в Израиле. То есть ты имеешь своей целью познание Творца. И если хочешь, чтобы у тебя был сын, так и для того, чтобы он тоже был человеком, который познает Творца и учит других. Видите, как у Рамбома познание Творца. Для этого все подчинено. То есть человек живет, ест, пьет, работает, слушает музыку, все-все-все-все-все-все-все для того, чтобы познать Творца. И поэтому, если человек ведет себя таким образом все его дни, и он служит Всевышнему всегда, то даже тогда, когда он занимается торговлей или интимной жизнью, все время его мысль, она находится направлена на то, чтобы необходимо, чтобы он обеспечивал себе все потребности, чтобы тело его было цельным, чтобы служить Аше. Вот это у Рамбома очень кардинальная мысль. И даже когда он спит, посмотрите, ладно, когда человек еще работает, я еще понимаю, но когда человек спит, если он спит для того, чтобы отдохнула его голова, его мозг, его тело, чтобы он не был больным, и тогда он не сможет служить Аше, если он больной. И получается, что и его сон – это тот же вид служения Всевышнему. Человек спит не там, что просто взял и решил поспать, а для того, чтобы обеспечить необходимые условия своему телу, своему телу, своему, своей душе, своей голове, чтобы у него наконец-то, чтобы он встал свеженьким, да, с утра, как огурчик, и смогу посвятить свою жизнь, служению Всевышнему и познанию, познанию у Рамбома целью. И поэтому сказали наши мудрецы, пусть все твои дела будут ради имени небес. Это то, что сказал Шлому, своей, Шлому своей мудрости, царь Шломов, книги Мишлей, в третьей главе, «По всех путях своих знай его, и он выпрямит твои дороги». Вот это то, что я хотел сегодня вам рассказать из слов Рамбова. Есть ли у нас вопросы по пройденному материалу? Можно спросить. Пожалуйста, пожалуйста. Я, может быть, не сначала слушал, но мне интересен такой вопрос. Можно ли как-то более-менее рационально определить познание Всевышнего и служения? То есть как бы познание, я всегда считал, что это тоже какое-то средство для чего-то. Какой-то намек, хотя бы какой-то, я понимаю, возможно, это нечто такое непознаваемое, недоступное, надо просто верить, делать то, что он сказал, выполнять западе. Но есть ли какой-то рациональный элемент в этом всем? В чем выражается познание Всевышнего согласно Рамбову? Это очень просто. Он об этом много говорит. Это означает, что человек, у него все это через мудрость. То есть человек изучает Тору для того, чтобы познать желание Творца и изучает науки, чтобы познать мудрость Творца. Ну... Познание Ашемпа Рамбова. То есть это желание лишь как бы, то есть называется Насевы Нишмат. Надо как бы делать все это вот, и тогда нам откроется этот смысл. Зачем это? Это не то, что я сказал. А рационально мы никак не можем понять, что это такое. Я, по-моему, рационально сказал, что имеет Дурамбов. Нет, то, что имеет Дурамбов, я понимаю. Я имею в виду как бы не только такое общее определение, а вот конкретно то, что касается познания именно, познания Всевышнего. То есть познание Всевышнего, получается, мы познаем Всевышнего, чтобы познать, что он от нас хочет. А вот что-то такое... Повторяю еще раз. Да. Когда мы изучаем Тору, то мы узнаем там желание Творца, чего он хочет, зачем он хочет, каковы его цели. Когда мы изучаем... Секундочку. Когда мы изучаем науки, мы познаем его мудрость, как он устроил мир, как он его создал мир, что в этом иррационально, я не понимаю. Спрашивается вопрос, зачем это нужно, понимаете? То есть что мы этим делаем? то, что наем... Творца, мы хотим узнать его. В этом смысл жизни, говорит Рамбов. Но это некое мистическое определение познать Творца, мне кажется. Что значит познать Творца, понимаете? Я ничего мистического не сказал. Что мистического в том, что я сказал? Он простый и мистический. Потому что мы не знаем, что именно мы познаем. То есть, если мы познаем какие-то конкретные науки, вещи, они имеют какое-то приложение. Например, если мы познаем искусство, то мы тоже чему-то учимся, так сказать, сочувствовать, сопереживать человеку, какие-то индивидуальные просчитывать, индивидуальные какие-то восприятия. Это нас обогащает опытом в мире. А вот что такое, в каком смысле религия, ну, допустим, она определяет нашу нравственность. То есть, это всего-навсего получается, только все это познание сводится к тому, чтобы правильно себя вести, или этого достаточно? Обратите внимание, что вы не слушаете меня. Вы говорите совершенно понятные слова, не расшифровывая их. Я прошу рационального объяснения. Я пытаюсь третий раз объяснить, а вы делаете вид, что я говорил другие вещи. Послушайте, что я хочу сказать. Давайте, слово-слово. Повторяю еще раз. Согласно Рамбову, цель человека – познание Творца. Как он это делает? Очень просто. Изучение Тора и соблюдение заповедей необходимы для того, чтобы узнать желание Творца и чего он хочет. А изучение наук раскрывает нам мудрость, которую он устроил мир. Из тех, кто уже познал Тору, допустим, мудрецы, они могут сказать, что Всевышний хочет. Уже конкретно. Это процесс бесконечный? Ну, понятно. Хотя бы какой-то намек, какие-то отдельные вещи. Естественно. Если я изучаю книги пророков, там прямо написано, чего он хочет. то, что там написано, там речь идет как бы о средствах, чем о цели какой-то. Мы говорим о цели, о смысле этого всего. Например, я просто приведу пример. Например, если взять Джеймса, психолога, я на виду писателя, то, допустим, в прагматизме это определяется как, или, допустим, я не знаю, у Швейцера, да, Альберта Швейцера, то есть благоговение перед жизнью. Здесь как бы уже какая-то конкретная, то есть утверждение жизнепоговения перед жизнью, перед разумом, сохранение мира или так далее. То есть это тоже не какая-то как бы такая окончательная, да, какой-то окончательный веро. То есть получается, что все это не рационально, то есть это все нужно сводиться к какой-то интуиции, к каким-то переживаниям, так получается, а не к каким-то реальным, каким-то таким вот логическим объяснениям. Это не поддается в логике. Я вам честно скажу, я ничего не понял. Ну хорошо. Я понимаю тут простые вещи. Я читаю слово, я вижу, что он хочет, чего не хочет. Я вижу, для чего он объясняет, для чего он создан мир, для чего есть человек. По-моему, это вещи очень... Я понимаю, но мне хочется какого-то намека на какое-то толкование логическое, если я используюсь языком, да, получается, что это вне языка, это как искусство. То есть я слушаю музыку и вникаю в какую-то идею композитора. И вот на этом все кончается. Все эти объяснения о чем, что и как и почему в музыке бессмысленны совершенно. Они передаются только самой музыкой. Так и это. Это не... Извините, Тура это вещь очень, очень, очень интеллектуальная. Почитайте книги... Сконы гармонии и композиции они тоже очень интеллектуальны, но результат их не интеллектуальный. Нет, это совсем другие вещи. Мы сейчас говорим не о чувствах, мы сейчас говорим о мыслях. О мыслях. И эти вещи очень логично излагаются. Почитайте книги... Почему же они не поддаются определению языков? Вы читали книгу Кузаря? Почитайте книгу Кузаря. Я читал книгу Кузаря, конечно, я читал. У меня нет проблем с этим, с тем, что говорит Кузаря. Есть здесь что-то иррациональное, по-моему, он очень интеллектуально объясняет... Смотрите, я вам скажу свой ответ, как я понимаю. То есть я не говорю о высоких интеллектуальных задачах, но вот из того, что я понимаю, как именно Тора иудаизм поддерживает жизнь, она поддерживает жизнь фактически больше как бы на биологическом уровне, а все остальное это как бы средство получается. Понимаете? То есть это некая техника, психотехника и жертвоприношение, и митсот, и все, чтобы соблюдать правила, чтобы рождались хорошие дети, чтобы были хорошие семьи, и все, но это как бы какое-то средство, а вот что дальше? Даже если взять кабалу, допустим, знаете, то есть я не вижу за этим ничего как бы другого духовного. К другому имену. Можно прокомментировать, извиняюсь. Да, меня интересует какой-то выход на соответствие с искусством, кроме науки, то есть наука, это понятно, там и мудрость, и все такое. А вот что, искусство занимает огромный слой какой-то сознания, оно раньше, чем язык возникло. Я вам честно скажу, что я не понял, в чем состоит вопрос, если кто-то понял, пожалуйста, ответьте. Если кто-то хочет, пусть скажет. Я тоже понял, и поэтому хотел прокомментировать. Да, пожалуйста, помогите мне. Смотрите, насколько, если я правильно понял смысл вопроса, но опять же, я это читал, там где-то у равинов, что соблюдение каждой заповеди связывает вас со Всевышним как некая золотая нить. И вы через соблюдение заповедей, через благотворительность, молитвы, чтение Тагили, учтение Торы, у вас идет связь со Всевышним, и вы через это его познаете, потому что у вас с ним появляется связь. И вы интуитивно как-то его чувствуете. Ну, я тоже сказал интуитивно, да, но хорошо. это не интуитивно, но там по-разному. Эти золотые нити меня связывают по рукам и по ногам, то есть у меня нет никакой свободы, то есть к чему это все ведет, понимаете, вот в чем все дело. Ну, вот у вас, допустим, связь с вашей мамой и папой, она связывает по рукам и ногам, или она связывает вас там приятными воспоминаниями, или там, не знаю, что вы вспоминаете маму, что у вас близкие отношения. Это есть некое биологическое условие, даже, ну, допустим, воспитательное еще, да, какое-то социальное условие, да, допустим, я назову слово творчество. Значит, если Всевышний создал мир, и он творил, и мы должны как бы сотворить, то есть с ним вместе, да, то есть это идея творчества тогда. И вот я тогда спрашиваю люди, изучающие Тору, постигшие Тору, и вот, где проявляется их творчество, понимаете, где это главное подражание Всевышнему творить. Например, я говорю об ученом. В любой области, в любой области. Ну, вот мы среди, не видим среди, их очень мало, так сказать, людей, которые, допустим, искусством занимаются. Фашистически нет, абсолютно нет, да, то есть оно исключено, как бы, даже, сказать. Я бы так не сказал. Ну, это, по крайней мере, это очень-очень, то есть совершенно, то есть никто не интересуется ни музеями, ни мировым искусством, и все это считается как бы запретным, и вся эта культура смешивая цикла. я вам сейчас привожу то, что Рамбом говорит. Ну, понятно. Ну, да, тогда он... Он так и себя ведет, это вопрос, это вопрос уже чисто субъективный. Вот такой вопрос, Рамбом искусством интересовался или нет? Рамбом, естественно, интересовался. Естественно, интересовался, он не только искусством интересовался, он всем интересовался. Ну, хорошо. Можно? Да, Вилинский Гаон изучал музыку специально. Ну, да, музыка, она... Наши главные цари были, как известно, поэтами-музыкантами, да? Я так понимаю, что Давид всю жизнь занимался творчеством, и Шломо занимался творчеством. По-моему, неплохо. Хорошо. Я... Пожалуйста, есть еще другие вопросы, может быть, кого-то мы задержали. Давайте, 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 представим кому-то другому еще. кто-то хочет еще высказать свои мнения, слова, пожелания. А вот я хотел вопрос важный задать, если вы позволите. Если кто-то другой хочет, я могу пропустить. Нет-нет-нет, пожалуйста. Да, понял, спасибо. Вот смотрите, что для поддержания, ну, здоровья, жизни, да, нужна некая интимная близость. Допустим, если у какого-то мужчины не ржаны, он хочет его найти, но найти не получается долгое время. Значит, для поддержания здоровья, что ему делать так, чтобы не согрешить? Вот такой вопрос. Ну, это уже, смотрите, вы приводите какие-то конкретные проблемы конкретного человека. Эти конкретные проблемы нужно выяснять с тем, кто знает, о чем идет речь, на месте, понимаете? это вопрос, который решается на месте, не через интернет. Ну, понятно. Это нужно спросить у местного Рамба. Вот я прихожу и спрашиваю, у меня такая-то проблема, что мне делать? Он говорит, так-то и так-то. Здесь Рамба говорит по принципу. Нужно стремиться. Он говорит, смотри, получается у человека там жениться, не получается. Это вопрос другой. Но Рамба хочет сказать мне, не думай, что есть идеал в том, чтобы человек отрешается от семейной жизни. Я понял. Потому что есть такие люди, которые так думают. Есть такие идеологии. Если вопрос позволите, не совсем по теме. Пожалуйста, пожалуйста. Да, он же был лечащим врачом Салахадина. Да. И он приезжал самостоятельно, сказать, и похоронен у нас. Не слышу, что он проявлял? Он сопровождал Салахадина в его войне с крестоносцами. Вопрос. Сопровождал ли его? Я не думаю, что он сопровождал его на войне. Я знаю, что король крестоносцев тоже хотел его иметь своим врачом. Кстати, интересно, я хочу для иллюстрации вот этого, этой главы, хочу привести вещь малоизвестную. Вы знаете, что для того, что по правилам, для того, чтобы быть врачом, приближенным к этим султанам и так далее, там было очень интересное условие, нужно было кастрироваться. И без этого на работу не брали. Естественно, что Рамбом отказался и все равно его взять. Это вот иллюстрация к полноте жизни, о которой мы сейчас говорим. Есть его прямой комминг, фактически наблюдавшего это столкновение христианства и мусульман. Его комментарий к этому столкновению есть у Рамбома? Прямой? Я не знаю, я не слышу. Спросите, может быть, кто-то более осведомлен. Есть у нас еще вопросы, замечания? У меня замечание есть, такое небольшое, что то, что для вас нормальная жизнь кому-то может показаться чем-то мистическим, потому что там человек сказал, что у вас мистический ответ или что-то в этом роде. Я говорю, что может быть то, что для вас нормальная жизнь кому-то может показаться чем-то мистическим. Рамбом здесь говорит о простых вещах. Нужно заниматься здоровьем и так далее. Есть в этом какая-то мистика? Имелось в виду познание Всевышнего. А, может быть, может быть. Но когда Рамбом говорит, у него есть очень конкретное понимание этого, в других местах он пишет, для него это познание мудрости, мудрости, изучение, изучение Тора, изучение мира, изучение наук. Пишет Рамбом опять же в другом месте в этой же книге, что человек должен уделить себе внимание для изучения мудрости, то есть наук для того, чтобы познать Творца. Он прямо пишет несколько раз. И он был действительно одним из больших ученых в свое время. Рамбом в нем совершенно не мистический стиль. Есть у нас еще замечания какие-то вопросы, пожелания, критика. Окей. Тогда, если нет вопросов замечаний и критики. У меня только пожелание такое, если можно высказать. Мне кажется, что Рамбом совмещал философию, изучал вместе с юдаизмом мне кажется, что стоило бы продолжить этот путь и, соответственно, есть еврейская философия и продолжить этот стык между уже более современной философией и очень много направлений всяких с юдаизмом. Я бы очень хотел бы, ждал бы этого, если бы была бы такая лекция или что-то такое в связи с этим же вопросом, о котором вы говорили. Это вы можете увидеть у Рава Кука очень много использований приемов современной философии в его работах. Это очень четко проявляется. Посмотрите, материал на эту тему есть у Пинха Саполоновского. Я думаю, что вам будет интересно. Ну, может, урок такой тоже. Рава Куку. Может быть, есть у меня полный урок про Рава Куку. посмотрите на сайте Мохоммиира в плейлисте. Может быть, вас что-то заинтересует. Спасибо. Пожалуйста, если появятся у вас еще вопросы, не стесняйтесь, пишите. Я имею в виду нашу чат-группу. Кто не присоединился еще к нашей чат-группе, присоединяйтесь. У нас там очень такое очень такое приятное приятная такая атмосфера. Мы все общаемся. Окей. Тогда, я думаю, что насладываемся здесь. Будьте здоровы, живите богато и до встречи на следующей неделе. Всего хорошего.